Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляет Всем привет, с вами снова я, Дезертир, и мы продолжаем. Сценарий 3. Нашествие орков оказалось куда более серьезным, чем мы сперва предполагали. Имперский флот при поддержке летания и ярости боевого крейсера Кровавых Воронов блокировал околопланетное пространство. Однако наземные силы и количество лагерей, которые оркам удалось разместить на планете, многократно превосходят наши собственные войска. Орки расползаются по планете как чума, используя слабо заселенные районы. Люди бегут в города, надеясь на то, что имперская стража сумеет защитить их хотя бы там. Благодаря нашим последним операциям было разрушено несколько передовых лагерей и уничтожено множество главарей орков. Думаю, мы можем рассчитывать на небольшую передышку в данном регионе. Кровавые вороны вернулись в столицу планеты Магнабонум для того, чтобы организовать оборону города. Задание в осаде. Брат Матиэль, второй взвод должен занять здание напротив торговых рядов. Идите! Брат Тантиус, возьмите девятый взвод и займите позицию на южном направлении. Вы должны прикрыть наши турели! Брат Коралис, выполняйте процедуру 18. Мы заставим артиллерию орков замолчать! Мой командир, я взял на себя смелость разместить имперскую стражу вокруг наиболее важных зданий, в том числе вокруг космопорта и электростанции. Ваша инициатива похвальна, полковник. Но я хочу, чтобы вы отвели своих людей в этот район и организовали там оборону. Но если мы оставим космопорт... Мы не сможем его удержать, полковник. Я хочу сконцентрировать свои силы в этом районе для наиболее эффективной обороны. Только так мы победим. Не нужно недооценивать орков. Они куда искушеннее в военных делах, чем может показаться на первый взгляд. Вы можете идти. Слушаюсь, мой командир. Я не согласен с той стратегией, которую ты выбрал. Почему мы должны ждать нападения орков? Мы должны напасть первыми. Это лучше, чем просто сидеть и ждать. Ты предлагаешь идти вперед и напасть на орков без защиты и поддержки? Это безумие! Как записано в кодексе Астартес, подобная ситуация требует оборонительной тактики. Конечно же, ты прав. Видимо, терпение — это единственное, что нам остается в данной ситуации. Какой-то он странный. По крайней мере, он ведет себя далеко не так, как должен был бы. Братья, орки захватили город. Это не должно остаться безнаказанным. Мы будем сражаться, пока последний орк не будет уничтожен. Теперь вы можете построить стационарный тяжелый полк. Он защитит базу и от вторжения праденка. Теперь на пути неприятеля вы можете размещать мин. Собственно говоря, на мой взгляд, вот эти отряды имперской стража немножко бесполезны. Орки строят свою линию обороны на стратегических позициях. Мы должны разбить их оборону и перекрыть дорогу для их подкреплений. И лучше в данной ситуации будет захватить все это дело. Люди, кстати, бегут, как вы заметили. Давайте посмотрим, что нам вообще доступно. Доступны улучшения некоторые. Я хочу построить пару пушек еще и здесь. Я не смогу это сделать, пока я не построю здесь предательный полк. Да, о великолепный. Да, о великолепный. Я здесь для того, чтобы служить. Орки, уничтожить подограмм! Так, ну здесь есть турель. Здесь турелей нет. Атакуем согласно приказаниям. Ожидаю приказаниям. Напасть на них. Так, в данный момент мы можем произвести еще одну очень интересную вещь, как дополнительных служителей. Это нам довольно сильно поможет. Мы готовы. Ваше желание. Мы избраны Интератором. Так, отлично. Пока пехота справляется, это хорошо. Здесь же справятся пушки. Будьте бдительны. Мы здесь для того, чтобы служить. Ну, как я уже сказал, в принципе, мы можем уйти и строить дополнительные пушки. Вера, наш щит. Да, мой командир. Направьте нас на врага. Оружие к бою готово. Все отлично получается. Проходит все просто супер. Итак, люди отходят постепенно к нашему городу. Насправьте нас на врага. Сейчас поставим здесь еще пушку. Будьте вообще великолепны. Мы попали под плотный огонь противника. Да, он великолепный. Где наш второй служитель? Да, он великолепный. Здесь надо тоже поставить. Процесс строительства начат. Мы готовы к испытаниям. Приказ принят. Так. В принципе, наши ребята справляются довольно неплохо. Но... На всякий случай я добавлю сюда еще пару пушек. Вера, наш щит. Оружие к бою готово. Здесь есть некоторые проблемы. Так. Направьте нас на врага. Пока здесь все отлично. Здесь в целом тоже все отлично. Ага. Необходимо 75 единиц. Как пожелаете. Ну что ж, давайте тогда увеличим количество... Как можно быстрее. Я же у вашего приказа. Подождем. Данных единиц. И заодно поставим еще... Как можно быстрее. Оружейную. Она нам пригодится. Также впоследствии нам нужен монастырь. Безоружейный его не построить. Пока справляемся. Ну и пока мы справляемся. Плазмоган и гранатометр. Мы можем построить довольно много... Таких а-ля... Мы готовы. Ну бы пехотинцев. Мы готовы. Смотрите, как все хорошо идет туда. Мы готовы к изданиям. Да, о великолепных. Вот. Но суть в том, что... При любом исходе... Нам нужно... Помимо обороны... Идти в атаку. То есть подкопить сейчас армию небольшую... И атаковать их. Так, давайте сейчас... Потихоньку быстрее развиваться. Я думаю, четырех генераторов нам на ближайшее время, в принципе, хватит. Славьте вечного императора. Я готов... Матодзом! Моя вера защитит меня. Итак. К вашим услугам. Я служу. Поистину. Возьмем героев. Еще один прекрасный день в истории империи. Соединим их с главными этими двумя отрядами. Чувствую врага. Он близко. Слушайте мои крикаты. На поле, что им довольно сильно досталось. Что вам угодно. Я думаю, ребята выдержат. Направьте нас на врага. Потому что здесь, например, справляются пушки. Спокойнейшим образом. Скажем так, более или менее. Я здесь для того, чтобы служить. Подчиняюсь. Отлично. Так. Что нам надо? Что нам надо, друзья мои? Да, мой командир. Нам нужны плазмометы. Храни нас император. Много. Сэр, докладываем. Потому что здесь, кстати, никто не пройдет, по-моему. А вот с этой стороны могут. Да, сэр. Как прикажете. Давайте переместим наших бойцов. Храни нас император. Вот сюда. Да, сэр. На всякий случай. Да, мой командир. Как прикажете. Приказ понятен. Приказ понятен. Вот этих суда. Как прикажете. Вот этих суда. Приказ понятен. Во имя императора. В принципе, этого должно хватить. Нет невиновных. Есть лишь разные стены. По крайней мере, для начала. Итак. Мы сейчас можем прокачать монастырь. Как я уже говорил. Я здесь для того, чтобы служить. Ранее. Я здесь для того, чтобы служить. Можем поставить одного из служителей. Куда поближе. К пушкам. Что я хотел изначально. Так. Означается изводит их целеуказание. Улучшается точность руковых оружий. Так. Означает зоды. Бионикой. Ага. Вот это прокачать обязательно. Дальше. Означает всех сержантов мощным оружием. Командора. Хранителя. Ага. Плазменными пистолетами. Плазменными эффективными против тяжелой пехоты. Отлично. В общем, все. Вот это нам надо вкачать. Скулочные гранаты тоже можно. И начать потихоньку уже. Призывать дополнительные юниты. Я жду вашего приказа. Нас расстреливают. Ооо. Да, о великолепном. Ооо. Так, ребятки. Что я должен сделать? Ребятки, ребятки. Мутант, еретик. Берегись. Да, о великолепном. В некотором роде, ребята, у нас проблема. Доклад, что у нас в атаку. Вы их не удержим. Покажем, что такое имперское знание. Поистину, еще один прекрасный день в истории империи. Я совсем забыл просто про наступление танков. Будьте осторожны, братья, нам близко. Космодесант вперед! Вера и долг! Служба ему объединяет нас. Ребятки, ну вы должны разбить. Вообще без вопросов. По имя императора. Я повиду в отступление. Нас завтра отступаем. По имя императора. Ну, чуть-чуть, давай. Отлично. Вот обратно в сердце беды. Нанава! Супер. По славу ордена! Понял. Космодесант вперед! Так, отлично. Ну, то, чтобы прям совсем отлично, но сойдет. Так. Да, вот. Так, так, так. Вот прибыл Барширослужение. Сегодня враг познает смысл слова страна. По славу императора! Это опять-таки проблема. По имя императора! Чем, как вы уже поняли, относительно серьезная проблема. Кроме того, я имею в виду в данном случае и танки. Моя рука не трогнет. Вот прибыл Барширослужение. Так, ну давайте залп. Моя рука не трогнет. Врага по пулы! Моя рука не трогнет. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Вперед! Граната пошла! Все, отлично. Приказ принят. Служба ему объединяет нас. Блин, ну это жестко, я вам скажу, друзья мои. Впрочем, я уже говорил про то, что нам надо потихоньку будет сейчас выдвигаться. Итак, суть, собственно, в чем? Продолжаем строить. Продолжаем строить. И проблема заключается в том, что особо много-то мы не все равно не построим ничего. То есть тут ограниченное количество войск можно строить, в принципе. Но довольно интересно все это происходит. Итак. Единственное, что мы на данный момент можем сделать, это пройдет чуть-чуть вперед. Смотреть, чтобы наши ребята не померли. Ну, да, прошел залп. Хотя это, конечно, немножко не то, что я ожидал. Но залп вполне себе неблоко проходит. Так. Подвигаемся, друзья мои. Потихоньку подвигаемся. Нам нужно разрушить хренатень, которая там на нас шла. Из-за ошибки в координатах священный храм Бога Машины был десантирован где-то в городе. Мы должны найти его и всех, кто остался живым. Корочьи выродки основали лагеря за городскими стенами. Сотрите их с лица земли. Только так мы будем полностью контролировать район. А я что пытаюсь сделать? В общем, как вы поняли, я пытаюсь сейчас начать наступление. С вашей и моей точки зрения это логично. Потому что не наступая, я гарантированно потеряю больше. Дорогие империи будут уничтожены. Зато по самому теле все вносите. Приказ принят. Ну да ладно. Вперед к слабе. Вперед к слабе. Да мой командир. Надо просто элементарно начистить каждую точку. Назад. А там ничего особо сложного нету. И будет мина до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Сэр, доклад. Ну а у нас начинают наступать, и это проблематично. Очистить. Изграть. Уничтожить. Давайте как-то обезопасимся. Да, мой командир. Император покинул нас. Прям совсем. Я думаю, что он нас не покинул. Ну да ладно. Мы готовы к испытаниям. Так. Приказ принят. Давайте выглянемся сюда. Приказ принят. Эту точку мы уже однозначно потеряли. И... Черт. Я готов. Почувствуйте силу моего гнева. Хотя... В принципе, спасти можно. Но довольно сложно. С честью и храбростью. Так. Ладненько. Я разрушу мозг врага и сожгу его тело. Такое няшное, что просто ужас. Безделье оплодит ересь. Итак. Попутно мы... Атакуем согласно приказу. Продолжаем наступление. Направьте нас на врага. Как я уже говорил, это довольно важно. Что угодно. По крайней мере, пока они нас уничтожали. Приготовиться к атаке. Таким образом, мы уничтожаем их заводы. Приготовиться к атаке. Это в каком-то смысле одна из-за многих вещей, которые можно хорошо сделать. Проходя по центру, мы не даем возможности захватить все, что здесь есть. Уничтожаем их заводы, которые производят их технику. Приготовиться к атаке. Враг атакует. По славу империи. Всегда старайтесь пройти чуть-чуть подальше, чтобы у вас была возможность для маневра и плюс, чтобы фактически все ваши люди атаковали вам цель. Ту или иную. Так. В скором времени, я уже говорил, нам придется задвигаться полностью. Ну что там, не хватает. Итак, у нас есть пока преимущество, то, что они атакуют наш центральный отряд. Ожидаю приказаний. Ожидаю приказаний. Приготовиться к атаке. Приказ принесет. То есть они на него отвлекаются. Вперед к слабе. А это вообще великолепно. Борьтесь нашего гнева. Так, вот этих мелких гоблинов нужно убивать обязательно, потому что они, как правило, идут что-либо строить. Не ту цель, я начал атаковать. По славу империи. Впрочем, ей уже досталось нехило. Так что вероятно, что они кого-то убьют, но мало. Отлично. Выдвигаемся дальше. Давай, давай, давай. Да, первому отряду будет тяжело. Ну ладно. Я думаю, что ребята его спасут. Отлично. Они его действительно спасли. Дорогие империи будут туричио-забдительны. Задача получена. Приказ входят право. Все прошло просто супер. Теперь. Хвала императур. Здесь я оставляю наших юнитов. Что вам угодно. Выдвигаемся. Вот отсюда мы потихоньку выбегаемся. Будем сабдительны. Брать эту точку. Используем 23-е построение. Собственно говоря, что дальше? У нас здесь есть возможность еще усилить. И построить еще вот эту фигню. Здесь все усилено. Здесь тоже все усилено. Здесь тоже все усилено. Круто. Так, на данный момент наши ребята здесь все удерживают. У меня вполне достаточно. Всего чего. Враг оттокужет. Все осторожны, братья. Враг близко. Значит, только гранату этим можно. Давайте. Враг оттокужет. Я думаю, что мы справимся. Так. Мы измением в вашем распоряжении. Уже сделано. Продолжаем выдвижение. Продолжаем выдвижение. Сейчас они у нас мощные. Все в целом окей. В вашем распоряжении. Приказ в поле справ. Так, здесь ничего нету. Приготовиться к атаке. Давайте немножко выдвигаться. Знание есть сила. Умей его вскрыть. Я никогда не подведу. Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Нет, в моем приказе не было ноток неуверенности. Я полностью уверен в наступлении. Уже сделано. Тем более, что я показываю, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Счастью и храмом. Это крепость с открытыми ротами. Что угодно. Страх повергает веру. Страх повергает веру. Так, пока все отлично и проходит. Незнание в вашем распоряжении. Я даже сказал, в каком-то смысле, великолепно. У нас не открыт вот этот центр. Я не вижу, что здесь происходит или происходило. И есть ли здесь какие-то юниты. Во имя императора. Незнание влечет за собой дополнительные проблемы. Не бойтесь, Псайкера. Собственно говоря, мы еще не изведали вот эту точку. Из которой, в принципе, идет наступление. И вот здесь мы должны выживших. Храм бога машин. Должны найти выживших. И уже как-то наступать еще раз. Вот, кстати, видите, у нас почему-то идут с той стороны. Значит, они действительно где-то вот, да, вот они отстраивают свою. Я готов. Я служу. Стать и заново. Успути силу моего гнева. Уже сделано. Разум первичен. Открытый разум. Это крепость с открытыми вратами. Разум первичен. Нас расстреливают. И не может противостоять мне. Так. Не даем себя убить. К вашим услугам. Мне показалось, что я услышал нотки неуверенности в вашем приказе. Бала императоров. Храм бога машины невредим. Прикажите служителям немедленно закончить его развертывание. Да-да-да-да. Я здесь для того, чтобы служить. Итак, служители. Всемостроительству 721 запущено. Это мои любимцы. Кстати, штурмовое оружие у него есть. Есть, правда, еще и лазерное оружие, что еще круче, но... Я думаю, так вполне сойдет. Давайте напустим это орудие вот сюда. Бесполе, что мои ребята вот здесь почти справляются. Бес какой-либо помощи. Я вновь готов служить, говорю. В данный момент у нас нужно отправить, я думаю, один пополняк. Он справится. А вы лекарьете дальше, и будете сдать. Оружие к бою готово. Приготовиться к атаке. Врача. Чужак. Мутант. Еретик. Берегись. Не бойтесь, Псайкер. Впрочем, захватите эту точку, ребят. Лишь уничтожение наших врагов даст нам спасение. А вы идите сюда, молодой человек. Здесь же мы сейчас начнем развертывание. И выпустим на центр пару юнитов веселых. Всего мы отможем сделать на данный уровень. Никто не может противостоять мне. У нас появились дредноут. Они могут быть заказаны в храме бога Маши. Лишь разные степени вины. Мы попали под плотный огонь противника. Вот. Ну, как только он... Я здесь для того, чтобы служить. Подчиняюсь. Итак. Захват удался. Энергоперчатка оснащает всех сержантов мощным оружием ближнего боя энергоперчатками. Энергоперчатки легко пробивают броню и значительно увеличивают силу владелица. Энергоперчатки эффективны против большинства видов подразделений, включая боевые машины, пешеходную и тяжелую пехоту. В общем, как-то так. Мы избраны и интераторов. Здесь, на данный момент, я потерял всего одного человека. Я думаю, это вполне себе круто и неплохо даже. Двуховем на центр. Как только убьют моего весельчака... Появится новый заместный виновник. Хотя я могу, походу, больше строить, чем я думаю. К вашему слугу. К вашему слугу. Что вам угодно. Какого ума, значит, проходится пока миссия. Хотя долго, скорее всего. Я, правда, по времени не засидал. Вера вечна. Я служу даже в смерти. Итак, начинаем наступление по трех фронтам. Здесь меня, конечно, не атакуют, правда. Но... Враги империи будут уничтожны. Нас расстреляемся. По славу империи. В атаку. Отличный чувак. Он мне прямо очень нравится. Объявляем атаку. За императора. Собственно, именно похожая модификация, да, находится на заставке, которую я использовал в начальной серии. Я служу даже в смерти. Я служу даже в смерти. Вера вечна. Я скоро там буду. Я вновь готов служить. Так, как-то так все это проходит. Очень нравится, как они наступают. Что вам угодно. Дайте, если покупно наступать и по этому флангу. Приказ принят. Конечно, здесь я потеряю больше людей. По определенной причине. Вы не догадываетесь, на какой именно. Знание есть сила. Приказывай. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Мои знания в вашем расстрелении. Нас расстреливают. Вера вечна. Не, ребят, давайте атакуемся. Я разрушу мозг врага и сожгу его тело. Я вновь готов служить. Что вам угодно. Сегодня враг. Вы знаете смысл. Слово страх. Славь и вечным императором. Я служу. Вера вечна. Тебе конец. О, отлично проходится. Безделье оплодит ересь. Прикраспонент, брав. Приготовиться к атаке. Атакуем противника. Прикраспонент, брав. Нас не остановить. Видим, как жестко это было наступление. Что является весельем. Что является весельем. Наконец-то война. Вера вечна. Дисциплина ведет к победе. Чувствую врага. Он близко. Приказовай. Приказ принят. Приказ понят, брав. Давим соперника. Пусть сердительны, братья. Враги империи будут уничтожены. Мои знания в вашем распоряжении. Нас расстреливают. В вашем распоряжении. Придвигаемся. Я лишь орудие, его море. Быстро переключаюсь между местами. Атакуем согласно приказам. Атаке. Ожидаю приказаний. Как вы видите, да, когда я уже начал такое полномасштабное наступление со всех точек, на меня уже не особо такое. Это очень важно. Я лишь орудие, его море. Используем 23-е построение. Всеми своими силами можно уже спокойно начинать наступление. Я вновь готов служить. Тредноута вот здесь. Остальных уже просто поставить вперед на наступление. Я лишь орудие, его море. Выдвигаюсь. Если отсюда кто-то пойдет, дредноута, один вполне себе распоряжение. Я вновь готов служить. Итак, проверяем. Да, вот здесь вот не хватает одного орудия. И наступаем сюда. Он близко. Здесь же. Ожидаю приказаний. Используем 23-е построение. Приказывай. В принципе, вот так вот. Приказывай. Я лишь орудие, его море. Просто и легко. Лишь уничтожение наших врагов, гостям спасения. Ну, наступаем. И уничтожаем все, что такое можно. Так что, как видите, игра относительно легкая. Хотя я играю вроде тяжелым уровнем сможет. Почему-то, по силу моего гнева, я никогда не победу. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Бтыщ. Взрывается. Взрывается, да. Ну, таким вот образом мы, собственно, и уничтожили все. Мы вернули контроль над городом. Орков больше нет. Единственный дредноут остался здесь. Я вам даю возможность спокойно досмотреть себя ставку в тишине. С вами был, как всегда, дезертир. И всем спасибо. Всем удачи. Пока-пока. Эй, куда вы, стадо баранов? Мы уходим. Мы что, и не останемся тут на драчку? Я самый большой и самый главный орк здесь. А вы кучка жалких неудачников. Мы долго ждали и ждали этой возможности растоптать десантов. И мы втопчем их в дерьмо. Но для этого нам понадобятся все силы всех парней, а не только шобла недоумков вроде вас. Попробуйте не только жрать в свою башку, но еще и думать ей. Мы орки. И мы рождены для драк и победы. Конечно, как скажешь, ты босс. Нам надо двигать к вождю войны Аркомунгусу. Он припас что-то особенное для этих людев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...